так здравствуйте меня зовут александр соленко я студент омского государственного технического университета кафедры прикладной математики фундаментальной информатики и значит а в прошлом году значит вместе с ребятами тоже поступил на курсы машинного обучения в 7-битс вот значит я представляю свой такой выпускной проект тема представлена на слайде это определение внекорневых болезней яблонь то есть нам даны яблони яблони как и все живые организмы у нас подвержены заболеванием и у нас должны даны фотки листьев яблонь и эти значит метки к ним значит в чем подтекст и в чем значит смысл работы в обычной жизни на больших плантациях яблонь определением болеет ли яблоня занимаются профессиональные ботаники и это достаточно дорогостоящая процедура то есть ему нужно пройти каждую яблоню посмотреть отметить болеет ли она потом то есть назначить какую-то обработку пестицидами и так далее вот и значит моя работа направлена чтобы упростить эту процедуру у нас даны фотографии яблонь и метки к ним у нас есть шесть классов вот на слайдах представлены примеры так так вот это значит здоровый лист это это называется ржавчина ну или как то так так это что-то типа болезни листьев лягушки или гниль какая-то так это плесень и вот значит у нас есть датасет у нас есть фотографии и у нас значит получать задача мультиклассовой классификации каждый лист как и значит любой живой организм может болеть одной или несколькими болезнями и но у нас соответственность метки для изображений но метки текстовые метки нам надо перекодировать в цифровые чтобы машина их воспринимала и для этого используем вот one hot encoding там где у нас то есть мы создаем вот такую вот матрицу где с болезнями и там где объекту объекта есть болезнь из меток мы ставим единицу если этой болезни нет мы ставим 0 и вот такой вот набор данных мы скармливаем модели перед этим чтобы модель не переобучилась и чтобы как-то смоделировать данные ближе к реальным которые будут потому что изначальные данные это сделано на нормальную какую-то камеру типа зеркальный что ли и чтобы приблизить их реальным данным применяют такую штуку называется аугментация мы различным образом изменяем изображение как-то засветляем их обрезаем поворачиваем и нормализуем в какой-то интервал чтобы у нас признаки были то есть чтобы не у нас не было этой проблемы как называется размерность что ли вот так вот изменяем изображение и вот и значит далее она стоит проблема выбора модели хотелось сначала при вот исследовании данных стежки свое потом я подумал и у нас как раз был такой этап курсе мы изучали изображение работы с ними и изучали такую штуку называется раз нет вот так это так дальше вот в чем смысл раз нет а значит у нас есть постоит полно связанные слои и в обычных классических нейро сетях у нас сигнал передается от слоя к слою то есть выходные сигналы одного слоя служит входным сигналом следующего слова признаете примере такую штуку как мы берем и просто пропускаем сигнал через пропускаем несколько слоев передаем его на какой-то другой слой а потом там его с сигналом из этого слоя конкатинируем сигналом из этого слоя и дальше передаем принимаем к нему функцию активации и так далее так вот значит вот тут представлена архитектура резнета там есть свертки так свертки это значит у нас такие штуки такие матрицы м м м который применяется к изображению и у нас изображение выделяется какие-то признаки но которые нам необходимы ну допустим можно выделить помощью сверток например границы или можно выделить что-то другое вот и в архитектуры входит блоки несколько из сверток и несколько блок как называемый identity блок это представлена архитектура так для тренировки чтобы не тренировать эту большую архитектуру она достаточно большая и сначала используют такой прием который называется transfer learning мы берем изначально какую-то натренированную сеть это она была натренирована на наборе данных и мэдж нет и мэдж нет представляет из себя миллион изображений и у него есть тысяча меток и мы эту сеть значит слои вот эти последние которые метки мы берем их убираем и ставим свои метки у нас и в данном случае 6 и мы просто дотренировываем сеть так вот тут представлен поплавь пайплайн значит мы разделяем выборку на тренировочные валютационные тестовую тренировка происходит на тренировочные валютационные выборки мы загружаем модель притренированную на и мэдж нете читаем лосс оптимизируем читаем так этот и кроссе на валидации но и смотрим удовлетворяет ли наша модель нас и далее это представлены параметры тренировки то есть у нас 6 классов размер изображения то что на предтренированы архитектура резонет 50 и так далее и значит пока мы ждем мы думаем что нам дальше делать нас сеть вот уже говорили ребята она выдает вероятности от нуля до единицы ну то есть мы применяем к ней какую-то функцию активацию в данном случае это приняла сигмоиды так сигмоиды это у нас функция такая она равна единица делить на единица по моему плюс и в степени x есть степени минус x вот и она у нас выходы из нейросети она нормализует в такой промежуток от 0 до единицы можем интерпретировать как вероятности но мы же не можем просто взять и вероятности говорят вот значит у нас такие вероятности для каждого класса нам нужно как-то сеять для этого нужно подобрать порог порог активации то есть если у нас какой-то вероятность допустим принадлежности какому-то около 60 процентов мы подняли порог 50 то мы однозначно берем эту метку и говорим что вот она ему принадлежит если меньше порога то ну не принадлежит порог так здесь представлен этот графики тренировки и этого f метрики и лосса так порог порог подбирается по рук кривым мы берем какой-то порог мы берем несколько порогов например на и из интервала так порог у нас должен быть тоже из интервала 0.1 мы берем из интервала 0.1 несколько порогов и проходим допустим по интервалу 0.1 с каким-то шагом 1 сотая или однотысячная и считаем количество правильно неправильно классифицированных меток так называемый true positive rate и false positive rate вот и строим на этом кривую и нам необходимо чтобы кривая была как можно ближе к вот этой вот точке 1 значит мы построили хороший классификатор у нас высокие высокое качество классификации и высокая доля положительных ответов права положительно правильно классифицированных объектов и низкая неправильно классифицированных объектов ну вот и значит выбираем этот порог и применяем его к отсеиваем наши вероятности с этим порогом далее так тут представлены вот эти рок кривые и черная . это то есть как бы лучшее что ли . которая максимально близко к единице на всей кривой так и дальше так а что дальше значит когда мы натренировали модель и модель у нас готова можем ее использовать нам нужно чтобы пользователи могли ей пользоваться куда-то и для этого я написал бота telegram используя библиотеку и грамм вот и в общем то вот результат работы так то есть мы отправляем боту фото бот запихивает его в модно применяет к нему какие-то преобразования из агументации на этом простейший тип нормализации и отправка дает его модели модель нам предсказывает несколько меток ну и возвращать нам результат так ну собственно все спасибо за внимание спасибо вопросом смотрите они россии для определения верните пожалуйста на слайды с заболеваниями листьев там где-то 4 слайд смотрите вопрос такой нейросеть анализирует полностью все изображение и выделяет на нем лист и потом уже ищет условные заболевания на нем либо она анализирует все изображение целиком не разбираясь где лист где не лист такой просто а что листья подвержены заболеваниям нейросеть корректно отрабатывает и определяет правильно получает изображение все она приобретет его под размер на котором она была натренирована 512 на 512 нормализует его и обрабатывает спасибо пожалуйста давайте я поясню там сверточная нейросеть и она по сути говоря на картинке находит вот паттерн допустим вокруг зеленая внутри там вот это вот красная точка например она ее так обнаруживает то есть поэтому ей как бы не важно целиком она или только листом не нужна сегментация короче говоря вот у меня как раз вопрос к этому и был что что если на фон на фоне где-то помимо листа находится что то допустим там какая то веточка лежит элизны мох какой-то допустим будет ли он как-то влиять на итоговый результат очень вопрос то есть на там же получается я это говорю то есть получается нейро сиди ножа определяет если у нас есть полностью зеленый листочек и на нем есть к это маленькая коричневая . то это уже больной лист, и она должна это определить. А что, если у нас лист полностью зеленый, а фоном на картинке где-то есть какие-то пятнышки? Так, понятно. Заболевание не обязательно коричневая точка, там есть и красные точки, и есть такое заболевание, которое типа плесень, и она покрывает весь лист такой белой плесенью, и явно отличается, чем это веточки. Ну, нейросеть будет отрабатывать коричневая. Скажите, пожалуйста, вот вы там показывали, что вы взяли уже тренированную сеть, да, вот на каких-то изображениях. Мне просто интересно, вот в данной задаче, вот для ее решения, какие специфические вот вы использовали, может быть, там конфигурации или модули просто. Либо это общее решение вот для любых аналогичных задач, чтобы детектировать там, ну, какой-то тип изображения. Спасибо. Так, что вы имеете в виду под конфигурациями? Это в смысле конфигурация тренировки или конфигурация нейросети? Ну, и того, и другого. Так, ну, значит, для тренировки конфигурации я тут представлял, и помимо этого, ну, обычно используют какие-то, какие-то модифицированные варианты градиентного спуска, да, тут использовался АДАМ. И для, чтобы из этих локальных ям выбираться, плохих локальных ям, использовался этот, ну, то есть есть же шаг градиентного спуска, да, и обычно он берется каким-то стандартным. Вот, здесь он изменялся циклически, в каком-то интервале, то есть по мере обучения. Что еще для каких-то еще параметров? Ну, вроде задача достаточно стандартная, ну, она немножко видоизменяется, архитектура. Мы убираем эти тысячи классов, которые у нас была, и берем свои метки. Вот, и, ну, то есть, соответственно, обычным способом обучаем сеть. Ну, то есть подобные задачи можно для любых, да, ну, решать, вот на этой модели можно подобные задачи решать, да? Ну, то есть подстроить ее под свою задачу, то есть, может, у вас здесь задача еще мультиклассовой классификации, что изображение принадлежит, что объект может иметь несколько меток, вот, и соответственно, применялась соответствующая функция активации. Если вам нужно как классифицировать только один класс, вам нужно применять какую-то другую функцию активации, то есть тоже, как называется, там, softmax, что ли, вот. Ну, хорошо, спасибо. Так, еще вопросы? Угу, вижу. А, стоп, подождите, там был вопрос в чатике сначала, потом мы к вам перейдем. Достаточно достать фильтр инфракрасного света из камер, и будут данные на порядок более информативнее. Уже думали в этом направлении? И комментарии дальше от этого же человека? Да и любители садоводства могут уже иметь модифицированные камеры в связи с другими проектами. Могу еще раз повторить вопрос. Так, я запомнил вопрос. Достаточно достать фильтр... Модифицированные камеры, в смысле, с фильтром уже, или модифицированные камеры, которые могут самостоятельно определить заболевания какие-то? Просто с фильтром. Вопрос такой, вы уже думали в том направлении, чтобы с картинки извлекать инфракрасный цвет вместо всей картинки? Нет, не думал. Так. Но в планах, то есть, как-то улучшить этот, извините, что перебиваю, этот качество модели, потому что вы видели же эти рук кривые. Ну и была речь про этот... Про специальные камеры, которые у фермеров уже есть. Ну, как бы это все зависит от датасета. В данном случае оно было снято на стандартную камеру, полностью стандартную, без инфракрасного, без всего, без наворотов. Может быть в хорошем разрешении. То есть, типа, если появятся данные, если получится возможность, я думаю, Александр... Ну, я продолжу работать на задачи, но это как бы на данный момент какие-то достижения. Ну да. Просто что как бы... Все зависит от данных очень сильно, на самом деле. Так, еще вопросы были? Сейчас. Так, давайте я тут пройду. Видно, что вы хорошо разбираетесь в проблеме, тем не менее, по-моему, довольно специфичная проблема. Интересно, как вообще, как вы ее нашли, как вы к ней пришли? Так, это задача с Кагла. Кагл это такая площадка, где люди выкладывают свои проблемы, а другие люди их пытаются решить и соревнуются в этом. И вот я на Кагле нашел ее. Понял, спасибо. Пожалуйста. Стоит уточнить, что проблемы обычно вот именно связаны с машинленингом как раз таки. То есть, не какие-то в общем задачи, а вот именно... Да. Так, еще вопросы? Ну, видимо, на этом все. Спасибо.